Всем здравствуйте! Меня зовут Ева Лехцер. Рада вас приветствовать у себя в гостях на своем канале. В текущем видео выполняю расклад по просьбе подписчицы. Суть вопроса состоит в том, состоится ли встреча, загаданный и обусловленный вами срок, вы проговариваете его сами, и если она состоится, то как она пройдет. Итак, я думаю, суть вопроса всем ясна. Там его интересует эта тема. Проговаривайте, пожалуйста, про себя имена, даты рождения у вас и загаданного человека. И для себя сами оговаривайте тот период, на который вы планируете эту встречу. То есть в рамках месяца, трех месяцев, полугода, года и так далее. Здесь периодику устанавливаете вы сами. Я только картам задаю вопрос. Итак, всего у нас с вами будет 8 вариантов. Ваша задача расслабиться. Интуитивно выбрать ту карту, либо тот вариант, который вы себе проговорили заранее. Итак. Состоится ли встреча? Так. Пожалуйста, настраивайтесь, выбирайте, и будем смотреть, о чем нам говорят арканы. Для тех, кто выбрал первый вариант. Так. Состоится ли встреча? По тройке жезлов встреча состоится. Но, скорее всего, эта встреча, скажем так, будет вами запланирована с целью решения каких-то вопросов. Проговорить какие-то факторы, да, вот посадить какое-то вот зерно для развития либо отношений, либо каких-то вот деловых перспектив. Вообще, тройка жезлов – это карта работы, деловых каких-то начинаний. Но если это касается у вас взаимоотношений, то здесь будет работа над отношениями, над улучшением качества взаимоотношений. Ну, давайте посмотрим, как она в целом пройдет, насколько она будет продуктивна. Порадует ли она вас? Ну, здесь будет сама по себе ситуация соперничества, выяснение взаимоотношений, как я говорю, перетягивание каната, кто прав, кто виноват, попытка уличить кого-то в каких-то поступках, ситуация упреков, выяснение взаимоотношений, желание доминировать в отношениях и показать, кто в доме хозяин. Какой же все-таки будет для вас итог? Итогом для вас будет служить ситуация страсти, ситуация примирения, ситуация возрождения отношений, переход их на новый уровень, более качественный. То есть все вот эти ваши какие-то недомовки, споры будут разрешены. Так, для тех, кто выбрал второй вариант. Состоится ли встреча? Я думаю, здесь и так все очевидно. Карта тоже Кубков нам об этом говорит. Мужчина к вам придет, придет с повинной. Это будет ситуация либо неожиданного визита, либо неожиданного свидания, признания, предложения, либо в целом признание в любви. Человек может прийти к вам с какими-то чистыми помыслами, чистыми намерениями. Ну давайте посмотрим, как для вас эта встреча пройдет. Как вы его все-таки встретите? Будет ли здесь благоприятное развитие ситуации? Ну вот, ваш стол переговоров по шестерке мечей. Желание выяснить все за и против. Проговорить какие-то моменты. Почему? Потому что, возможно, по этой карте, либо вы будете не готовы к примирению, либо вы будете не готовы к переводу фазы на новый уровень. Для кого-то это в целом будет ситуация любовного треугольника и выбора, да? В частности, для женщины выбора из двух мужчин и попытки понять, кто же здесь нужен. То есть, это знаете, как сопоставить все факторы, скажем так, воедино и принять какое-то единое верное решение. Но по шестерке кубков могу москать однозначно. Встреча для вас пройдет с какой-то вот привкусом ностальгии, разочарования. Знаете почему? Потому что здесь мужчина-то к вам вернется. Но вот сама по себе ситуация. Слишком много воды утекло. Пришел, а уже не нужно. Уже есть с кем строить отношения. Так что вот так. Так что, барышни, для многих здесь проиграется ситуация реванша. Как говорится, воздать за свои, за свою обиду, за свои пролитые слезы. Так, для тех, кто выбрал третий вариант. Состоится ли встреча? Но здесь однозначно да, потому что пятерка пентаклей это в целом карта партнера. Это карта любви, карта страсти, развития взаимоотношений. Но основным посылом здесь, знаете, вот идет больше не душевное, а сексуальное обличение. Потому что именно в этой колоде пятерка пентаклей это, знаете, выход эмоций, выход чувств. И поскольку это все-таки стихия земли и масть материального, это наши низменные инстинкты. Как пройдет эта встреча все-таки? Что же она вам принесет? По пятерке шестлов это, знаете, как перемелиться мука будет. С пустого в корожне, как говорят у нас на Украине. То есть ситуация коренным образом не поменяется. Если все-таки будет характер взаимоотношений, то это будет какое-то сексуальное взаимодействие. Понимаете, основной лейтмотив вашей встречи. Если вы попытались перевести здесь отношения на какой-то более высокодуховный уровень, здесь, ну я вам скажу так, этого не предвидится. Почему? Потому что здесь по четверке кубков. Ситуация стабильная, но человек от вас эмоционально закрыт. Вот такая прочная броня. И он будет стоять на своем и будет, скажем так, ну гнуться в линию поведения. Поэтому что-то конкретно поменять в этих отношениях, ну мало верно, что он удастся. То есть это либо формат отношений любовников, либо это сама по себе ситуация, как я говорю, секс для здоровья. С позиции построения именно взаимоотношений, либо семьи, ну здесь нет, здесь речь не идет. Так, для тех, кто выбрал четвертый вариант, состоится ли встреча, здесь, к сожалению, нет. Поэтому дополнительные арканы тянуть я не буду. Восьмерка мечей, ситуация, ну знаете, как ряда обстоятельств, которые в этой ситуации против вас. То есть либо не время, либо ситуация себя исчерпала, и в целом, скажем так, уже нет смысла в этой встрече. Потому что по восьмерке мечей в этой ситуации, это ситуация отчаяния, ситуация упущенных возможностей, и в целом, знаете, такого вот какого-то депрессивного такого периода, из которого вам нужно выйти самостоятельно. Встреча с этим партнером для вас ничего не поменяет и не решит. Для тех, кто выбрал пятый вариант, состоится ли встреча. По отчаянику могу сказать, что нет, потому что на тот период, который вы себе задумали, проговорили, это ситуация самокопания, самопознания, желание привести в порядок свои эмоции, обрести какое-то равновесие, поднять, нужна ли вам эта встреча, нужен ли вам в целом этот партнер, что он может вам привнести в вашу жизнь, какие коррективы. Либо, скажем так, партнер здесь будет не до вас, либо вам не до него. То есть это, знаете, как желание восстановить себя изнутри, духовно. Вот когда вы будете полностью эмоционально наполнены, вот тогда, возможно, эта встреча произойдет, но не в тот период, который вы проговорили. Здесь, к сожалению, пока на текущий момент встреча невозможна. Для тех, кто выбрал шестой вариант, ну, я думала, Аркан говорит сам за себя, да? Рыцарь кубков, карта взаимодействия. Прискачет вам рыцарь ваш на белом коне, ну, потому что стандартная прерисовка является таковой, потому что эта карта в целом предложения руки-сердца, либо какого-то конструктивного диалога, либо в целом предложение перевести отношения на новый уровень, на новую фазу, либо ситуация примирения. То есть в любом случае, так или иначе, ситуация соглашения. Прийти к какому-то компромиссу. Ну, давайте посмотрим все-таки, что же вам эта встреча принесет. Дополнил уже, так сказать. А принесет она вам, знаете, как сопоставить грешное с правильным. Потому что вот здесь дьявол – это игра контрастов. То есть это вплоть до того, что после этой встречи, либо на самой встрече вы будете проговаривать все факторы, что, например, вам в ваших взаимоотношениях нравится и не нравится. И вот вы, знаете, как будете сопоставлять и взвешивать, а надо ли вам еще все это. Давайте посмотрим все-таки, насколько вы это сможете для себя сделать. Видите ситуацию анализа, глубокого самокопания, какого-то, знаете, вот больше практического подхода к этим отношениям, к этому партнеру, желания понять, чем он для вас может быть полезен. Не обязательно в сфере финансов. А в целом, что он может привнести в вашу жизнь, какие коррективы, что он может, этот человек, вам дать. Вот даже дотяну сейчас еще одно. Придете вы к пониманию того, что для вас это человек и жизнь с ним, либо отношение с ним полная чаша. К чему вы, собственно, и стремитесь. То есть это гармония, это полнота, это радость жизни, это обоюдное, знаете, такое приятное времяпрепровождение. Ну, собственно, ситуация примирения и решения всех ваших проблем. Для тех, кто выбрал седьмой вариант, состоится ли встреча. Ну, пока на солнце 100% да, причем я не думаю, если встреча будет какая-то совместная поездка, либо ситуация такая романтическая, либо курортного романа. Потому что от солнца вообще это карта отдыха. Либо карта такого, знаете, душевного времяпрепровождения. Два дельфина купаются в воде. То есть встреча, которая приносит только положительные эмоции, радость, питья. И самое главное, вот по аркану повешены, это, знаете, оказаться в нужное время в нужном месте. Умение держать баланс и из этого извлекать выгоду. Поэтому встреча у вас пройдет замечательно. Но для тех, кто выбрал последний, восьмой вариант, состоится ли встреча, по жрице встреча, если произойдет у тайного характера. И пройдет она на ваших условиях, потому что здесь вы будете выставлять какой-то ультиматум. Здесь жрица в этой колонке немножечко своеобразная. Потому что это та женщина, которая знает, чего она хочет, как это получить и для чего ей это нужно. Давайте все-таки посмотрим, сможете ли вы прогнуть свою линию в этой ситуации. Аркан смерти, ситуация перерождения. То есть отношения ваши, как прежние, уже не будут до 100%. Здесь будут оговорены все какие-то факторы. Потому что, видите, здесь гусеница перерождается в бабочку. К чему же это все приведет? Приведет, что с трудом вы все-таки сдвинете эту ситуацию с мертвой точки. Будет внесена ясность, оговоренный ряд моментов. То есть и вы для себя сделаете выводы. Какого характера это будут выводы? Ситуация шанса. По восьмерке кубков именно в этой колоде вы дадите человеку, например, вторую шанс. Либо перспективы для развития вашей связи, ваших отношений. Ну, потому что по восьмерке кубков это карта удачи. Это желание, либо, знаете, возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону. Повернуть колесо сансары. Ну, чего я, собственно, вам и желаю. Вот таким вот вышел расклад. Всех благодарю за внимание. Буду вам признательна за обратную связь. Оставляйте свои комментарии. Ну, а с вами была Ева Лекцер. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok